Друзья, всем огромнейший привет! При работе с шлифовальными машинками образуется большое количество такой вот мелкой древесной пыли, которую мы обычно выбрасываем. Но если вы творческий человек, то сегодняшняя идея вам точно пригодится. Также при помощи данной идеи можно неплохо провести время с вашими детьми и занять их на 2-3 часа как минимум. Итак, ближе к делу. Для работы мне понадобится пластиковый стаканчик. Любой полимерный клей, который клеит потолочную плитку, он должен быть обязательно бесцветный. Наливаю клей в стакан на глаз. Вот столько у меня получилось. Теперь добавим второй ингредиент. Это обыкновенное подсолнечное масло. Совсем чуть-чуть. Теперь хорошенько перемешиваем до образования эмульсии. На это уходит полторы-две минуты всего. Получилась вот такая вот масса. Теперь я беру небольшое количество древесной пыли и добавляю туда нашу эмульсию. Остается ли все хорошенечко замесить? Вот такое вот тесто получилось. Ну или пластилин, ну или как называют творческие люди, древесная пульпа. Ее можно сделать еще и разного цвета. Для этого на стадии смешивания клея и масла нужно добавить немного колера нужного цвета. И точно так же все хорошенечко замесить. При изготовлении можно использовать нейлоновые перчатки, но если голые руки заморались, они без труда очищаются без применения каких-либо чистящих средств. Итак, для чего же нужна эта смесь? А нужна она для изготовления различных предметов, а также элементов декора. Есть у меня вот такая вот силиконовая форма. Заполню ее смесью и хорошенечко прижму. Вот такой вот элемент получается в итоге. Даже не обязательно ждать полного высыхания. Вот так вот получается из цветной пульпы. Самый главный плюс, это то, что после высыхания получается очень прочная вещь, которую не так-то просто сломать. Готовые изделия можно окрашивать акварельными красками в любой цвет. Друзья, вот такая вот прикольная смесь у нас получилась. Если вам понравилось, поддержите лайком. Поделите своим мнением в комментариях, что вы об этом думаете. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.